Как вы уже скорее всего знаете, в конце февраля планируется реванш Александра Емельяненко и Вячеслава Дацико. Так вот, Камил Гаджиев заявил, что Емельяненко не сможет победить даже покусанного собакой Дацико. Ссылку на полное интервью Камила Гаджиева оставлю в описании. Сейчас же, по-моему, будет АЕ драться с Дациком. Реванш на Урал и все. Да, получается, один вернулся, одухотворенный, очищенный. Второго покусала собака. Оба, в общем, ньюсмейкеры, правильно? Одного активно обсуждают, ему квартиру Марк Кремлев обещает, если он не будет бухать. Второго покусала собака, ему попытались СВО пристегнуть, он это отрицает. Ну, то есть, они в тренде. Здорово, здорово. Для боя вообще классно. Результат другой будет, как вы думаете? Одухотворенный АЕ что-то сможет противопоставить покусанному Дацику? Нет, сейчас. Рано. Я считаю, что рано. Не будет ли уже поздно потом, в какой-то момент? Ну, понимаешь, одно дело не выпивать, и это здорово, там, да, нормально выглядеть, вот он же выглядит нормально. А другое дело тренироваться и возвращать былую форму. Мне кажется, что с Сашей двигают здесь только бабки. Друзья, кому не сложно, поставьте лайк для продвижения видео. Очень надо. Заранее огромное вам спасибо. Магомед Веном Зайналов впервые лично рассказал изданию МЭШ, как он сорвался с балкона. В данный момент тяжело, естественно, иду на параллельную поправку. Через месяц уже буду как пульчик. Все говорят, что я родился в рубашке. Да, он забрался, и я резко включил режим кодосохранения. И не знаю, как я не могла пройти мимо. Оказалось, что все контролирую. Оказалось, нет, на случайном участке подклус. Возможно, как-то повлияет, но я сделаю все зависящее от себя. Какие простые, как физиотерапия, гормон роста, растяжки. Все делаю, все, что нужно, чтобы было даже лучше, чем раньше. Максим Дивнич после падения Магомеда Венома с 10 этажа написал в своем телеграм-канале следующее. Я видел, он давно поливает меня грязью, а я просто пожелаю ему здоровья. Буквально только что Магомед в телеграм-канале «Братские круги» ответил Максиму Дивничу так. Максим Дивнич желал мне выздоровления, узнал из комментариев. Желаю ему также всех благ жизни и прямого руководства от Господа. Также появились жуткие кадры ноги Венома уже из больницы. Я такой жести даже в фильме ужасов не видел. Кадры я опубликовал в свой телеграм-канал. Также в телеге и видео первых минут после падения Магомеда. Ссылка на телегу в описании под этим видео. Только не путайте, не в закрепленном комментарии, а именно в описании под этим видео. Продолжение следует...